Давайте посмотрим на то, как нам описано в Таре изгнание из Иоаннского сада. Что происходит, когда Адама выгоняют из сада? Какие следствия? Понимаете, да? Первое, первое следствие, первое. Он становится смертным. Правда? Адаму, чтобы быть бессмертным, нужно есть постоянно от дерева жизни. Его изгнали из сада, он теперь больше не сможет есть от дерева жизни. И важно, если он съел от него раньше или не ел, в любом случае, его отрыв от дерева жизни, он становится смертным. Правильно? Второе, он должен работать в поте лица. Мы обсуждали, наверное, раньше, и как бы это понятно, что Адам в саду работал. Его работа была в познании. А теперь, вот уже в сад его подместили в сад, чтобы он его обрабатывал и охранял. Лавдал, лешамра. Да, лавдал – это есть обрабатывал, то есть работал. Поэтому Адам в саду прямо по тексту Тары работает. А теперь он должен работать в поте лица. Значит, он в саду работал не в поте лица, а работал головой. Придумал и все само делается. А теперь еще нужно в поте лица все это сделать. То есть первое, то, что отнечеркнул смертным. Второе, что он и работает в поте лица. Правильно? Третье, третье, то, что у женщины есть трудности, беременность и эруб. Правильно? И четвертое, что женщина психологически подчинена мужчинам. Правильно? Вот четыре пункта, которыми описано изгнание из сада. Правильно? Не скажешь, что ты там не можешь Богу увидеть напрямую, что Бог тебе не откроется. Ничего такого нет. Правильно? Изгнание из сада – это четыре пункта. Смертность, поте лица работаешь, у женщины трудности, беременности и родов, и подчиненность женщине, положение женщины по отношению к мужчинам. Правильно? Отлично. Это мы разбираем вопрос, который вы задали в связи с темсадом. Теперь. Кто у нас снимает вопрос, что нужно работать в поте лица? Мы. Наука и техника. Правильно? Наука и технологии у нас развиваются. Все меньше нужно работать в поте лица. Если раньше в мороки баржи таскали по Волге, то потом лошади, а потом паровозы, а потом, значит, сама плывет. И так во всех совершенно областях. Сначала нужны огромные физические силы, потом все меньше физических сил, все больше машин, все больше роботов, и чем дальше, тем меньше нужно работать в поте лица. В самое ближайшее время всю физическую работу дают на себя роботы. Понятно? То есть, кто у нас решил вопрос в поте лица, решило само развитие человечества. Человек сам преодолевает вот это проклятие, которое получилось. То есть, Бог его и знал из сада, и дал четыре даже не проклятия, нам есть слово проклятия в всей земли, но главное, что дал время четыре тяжелых задачки. И человек дальше сам эти задачки решает. Развитие науки и техники и социума дает нам преодоление того, что надо работать в поте лица. Правильно? Теперь, дальше. Вопрос смерти. Вопрос смерти, конечно, пока еще не решен. Но, в общем, наука на это нацелилась. Цель вообще науки сделал человека бессмертным. Правильно? Не ближай. Что, нет? Нет? Не согласен? Нет, конечно. Продвение жизни. Что, что? Продвение жизни. Продвение жизни в потенциале бессмертным. Нет? Хорошо, еще не сегодня. Окей. Хорошо. В чем разница между продвением жизни и бессмертием? Бессмертие абсолютно. Абсолютное, да. Но потенциальное бессмертие, это живешь сколько хочешь, продливаешь жизнь сколько хочешь. Потому что наука к этому не стремится? Очень стремится. Стремиться, как бы, уже у меня прессовали горизонты. Ну, хорошо. Это даже не... Я сейчас не говорю о вопросе, о том, прессовали ли они горизонты, правильно или неправильно, потому что наука точно к этому стремится. И это совершенно очевидно. Конечно, продвение жизни максимально, если есть, будет бессмертию. Если хотите называть это потенциальным бессмертием, а не актуальным бессмертием. То есть, если ты живешь сколько хочешь, то это и есть бессмертие. Теперь, может наскучить, это я не знаю, но, по крайней мере, в любом случае, нет никакого другого бессмертия, кроме возможности продвивать жизнь при ее полном качестве. Уж точно наука к этому стремится. Теперь, второе преодоление. Еще далеко до этого, но, вообще-то, на это нацелено. Теперь, вопрос беременности и родов. В общем, решается медициной. Успешно, менее успешно, более успешно. Но то, что медицина на это нацелена, это уж тоже точно. Трудности беременности, тяготы беременности и родов очень сильно поддаются лечению и уменьшению. Уменьшению, хорошо, это тоже все согласны. Опасности родов, смертность, даже не сравнивать вообще невозможно, да? Насколько это все изменилось. Вот. И, наконец, подчиненное положение женщины подчинения к мужчине исправляется феминизмом. Правильно? Вся цель феминизма это убрать подчиненное отношение женщины подчинения к мужчине. Он имеет свои перегибы, он имеет свои неправильности, но его фундаментальная цель и задача именно такая. Нет. Цель з Karaike высказали изначально, что Махут растет на встречу к зорам. Это тоже. Наоборот. Она отворачивается, говорит, это сама. Ничего подобного. Это перегибы феминизма. Это перегибы феминизма. А нормальный феминизм совершенно никуда не отворачивается. Нормальный феминизм условно, чтобы женщины имели возможности, которые есть у мужчины, и, возможности, интеллектуальные возможности, эмоциональные возможности, технические возможности в обществе, и миллион всяких других возможностей. Перегибы, да, случаются. Но перегибы. Это как... У нас развитие науки нацелено на бессмертие. Но наука при этом также создала атомную бомбу, которая сильно мешает, я бы сказал, продолжению жизни. Почему? Атомная бомба, я захотел быть в мировой войне. Хорошо. 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 Окей. Окей. Иногда, да, это когда... Это отдельный вопрос. Есть такой аспект, но тем не менее по ходу дела, по ходу сохранения жизни некоторым жизням произошло с хуже. Прямо скажем. Я же не спорю. Тем не менее, ну понятно, это имеется, иными словами, в любом таком процессе продвижения есть свои перегибы. И тем не менее, в целом, совершенно очевидно, что это продвижение в этом направлении. Сейчас я задаю секундочку. Я хочу сделать следующий нетривиальный вывод после всего этого. Совсем нетривиальный вывод. Совсем нетривиальный вывод. Вывод такой. Человек, которого Бог изгнал из сада, должен сам туда вернуться. Это сильно нетривиальный вывод. То есть, возвращение в райский сад делается технологически. А это не в сотворчестве с Богом? Это в сотворчестве с Богом? Да, сейчас, секундочку. Это не тривиальный вывод. Совсем не тривиальный. Конечно, это в сотворчестве с Богом, потому что вся наука, тоже божественная, инсайд человеку. Все делается в сотворчестве с Богом. Но сотворчество с Богом, это не значит, что Бог меня взял, я заслужил, он сказал, ну ладно, молодец, хорошо себя ведешь, я тебя туда переселиваю. Нет, ты хорошо себя ведешь, сам туда иди. И вот этот вопрос, что человечество возвращается в райский сад само, это сильно нетривиальный вывод. Сейчас, сейчас, секунду. Теперь, он как бы противоречит нашим обычным представлениям про райский сад. Ведь, когда мы обычно осуждаем про райский сад, то мы совершенно забываем о тех пунктах, которые есть, когда человек избнали из сада. Мы воспринимаем райский сад в чисто духовной парадигме. Человек стал хорошим, человек стал правильным. Бог говорит, ну ладно, молодец, значит, вот теперь переселяйся в райский сад, теперь живи хорошо, и теперь у тебя замечательная духовность, и с Богом напрямую общаешься. А тут я вдруг хочу это заменить совершенно технологическими процессами, а где здесь духовные прорывы? Потому что в том, что я сказал, никаких вроде натурально по тексту духовных прорывов как-то незаметно. Понимаете, да? Теперь. Поэтому эти четыре пункта говорят, что это хорошо, но чего-то здесь не хватает. То есть, это вообще картинка, кажется, нитривиальный, очень интересный, но чего-то в ней не хватает. Еще какой-то нужен пункт изгнания из рая, который тоже, который мы не заметили, что это тоже произошло, понимаете, да? И его тоже нужно изменить. Там же ангел стоит, отходяется. Ну, ангел стоит, охраняет, без дела, ну и что? Ну, как стоит, так и отходит. Вы знаете, почему, кстати, ангел с вращающимся мечом? Читали комментарии мы? Да. Здесь у меня вот в этой книжке объясняется, почему ангел с вращающимся мечом. Потому что меч – это луч, а вращающийся меч – это круг. Круг – это природа, а луч – это божественное проведение. Когда мы смотрим на вращающийся меч, нам кажется, что это круг, что это природа, а на самом деле это луч, это божественное проведение. Поэтому увидеть за природой божественное проведение, увидеть, что то, что кажется нам круг, на самом деле это луч, это и есть преодолеть вот этого ангела, который стоит и мешает войти в райский сад. Поэтому это хорошо. Окей. Погиби сказать, что здесь у нас и будет пункт духовного продвижения увидеть за природой божественное проведение. Отлично. Большое спасибо. Хорошо. Мы его добавим в качестве пункта, что еще у нас дверь охраняет ангел, поэтому отлично, прекрасно. Здесь мы продвинемся хорошо в повышении уровня введения мира. Но я бы еще один пункт добавил, который, кажется, мне тоже там не хватает. А это честно? Что, что, что? А это честно, наверное, только за счет технологии. Вы же сказали, что не только за счет технологии, но я сказал, за счет технологии получается как бы нехорошо. Не честно. Но вот вы нам здесь подсказали. Большое спасибо, что есть ангел, который закрывает вход. И поэтому нужно ангела преодолеть. Преодолеть ангела это увидеть, что клюх он на самом деле лучше. Это подняться в уровне понимания мира и божественного откровения и восприятия диалога с Богом. Это уже никак не технология. Большое спасибо. Этот пункт нам очень поможет. Вы обязательно дополнили. Но я вам еще один пункт написал. Есть еще одна очень важная вещь, которая была в саду, которая изменилась при изгнании из сада и которую мы пропускаем. Пропустили. Это отчем свободный выбор у него. Дерево жизни вы сказали. Это не параметр изгнания. Это когда ты будешь в саду, то ты сможешь есть от дерева жизни. А что змей? Змей здесь не ливанин. Ну это здесь это не ответ. Личный контакт. Личный контакт это то самое преодоление этого ангела это прекрасно сюда вкладывается. Мне кажется, что еще очень важная вещь, что человек после изгнания стал есть животных. И поначалу нет, 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 поначалу это было запрещено. А после ноя это было разрешено, потому что иначе невозможно. Но само убийство, которое происходит как только первая же история после сада это история Каина и Абеля, то есть убийства. Она показывает, что когда ты ешь других животных, то ты к ним относишься в общем так, что ты смотришь на окружающих живых существ и они для тебя пища. И из этого растет принципиальная фундаментальная рожденность, которая приводит и к убийству и к войне рассматривать каких-то других живых существ как пищу. Это все равно нет, это пища не в том смысле, что он Абеля съест, а в том, что он Абеля что-то отберет. Это значит я отберу от него кусок. Вот отобрать, зачем убивают, чтобы ограбить, правда? Целью убийства всегда является ограбление. Кто был в едином виде? Нет? Всегда. 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 Цель убийства это ограбить. Не обязательно материально. Не обязательно. Это может быть психологически, это может быть духовно. Это что-то отнять. Всегда. Что, что? Он хочет отнять то, что Израиль уничтожает его смысл жизни. То же самое. Я хочу забрать себе свой кусок. Это совершенно прямой случай, я у него что-то отбираю. Конечно. Конечно. Я себе что-то хочу получить. Понятно. Поэтому убийство это всегда та или иная форма ограбления. И она исходит внутренне из того, что мы рассматриваем мир как место для моей еды. И животных. Дальше. Адам как рассматривал отцехов дерево ешь. А дерево, но не животного. В том-то и дело, что есть совершенно принципиальная, абсолютно фундаментальная разница между растительным миром и животным миром. Адаму в саду положено есть вот деревьев. Медляж нам говорит, что и животные все тоже питались деревьями. Деревьями, плодами, растениями, но не другими животными. Поэтому в саду не может быть отношения к другому, как то, что я хочу его ограбить и у него что-то взять. В саду отношение к растениям, что они пища для всех животных. И вопроса ограбления там не может быть. И убийства. Теперь, именно поэтому перестройка человека на нежелание другого отнять и ограбить это важнейшая часть продвижения к райскому саду. И тут мы видим, что самым главным критерием мессианских времен является прекращение войны. Война это и есть проявление этого свойства. Я хочу другого отнять, потому что мне мало того, что я получаю. Я считаю, что он забрал мое, поэтому я хочу его отнять. В самом любом варианте. Это может быть мое, что он у меня раньше отнял, или может мое, что, насколько я самый умный и лучший, мне все принадлежит по моему праву, а вот здесь непонятно, почему этим распоряжается. В любом варианте, неважно в каком, главное, что это желание отнять. И соответственно убийство. Секунду. Теперь, мир устроен так, что до этого, пока нет мессианских времен, это не может прийти в мир. Поэтому, да, приходится воевать, приходится воевать за Ханаана. Это неизбежно в ходе развития, но идеалом является прекращение войны. То есть, еще одним элементом возвращения в райский сад является всеобщий переход к тому, что я ни у кого другого ничего не отнимаю. В частности, сюда вкладывается всеобщее вегетарианство. Понятно. теперь, про вегетарианство вы, конечно, слышали от меня объяснение, а если никто не слышит, то я его клятко повторю. Что Раф Кук считает, что идеалом иудаизма является вегетарианство, поскольку в раю ели только растения, но не животных, поскольку человек не совершен сильно после изгнания из сада, то ему разрешено есть животных, поэтому мясные продукты это разрешенные убийства, а молочные это разрешенные ограбления. Именно поэтому молоко не надо мешать с мясом, потому что хоть ты убиваешь, хоть ты габишь, хотя бы не смешивай одно с другим. Это классическое объяснение причины морали из запретов смешения мяса с молотом. Вот. Теперь. И это является идеалом, но его нельзя проповедовать, его нельзя внедрять. Чечство само до него дорастет. Если пытаться его внедрить раньше, чем чечство доросло, то будет только то, что энергия враждебности выплеснется в другие каналы. Поэтому попытка обязать быть вегетарианцами тех, кто не готов к этому, хоть обязать физически, хоть морально, хоть там социальном уровне, придет только к разрушению. Все должны желающие сами до этого дорасти. И ни в коем случае не стремится это продвинуть раньше, чем само приходит. Но в идеале это, конечно, должно прийти. Рафук объясняет, что когда есть животные, мы едим животных, то тогда и на ней приводится нажатие. А как будет вегетарианство, таких животных жертв не будет. Много по поводу восстановления храма, что когда храм восстанавливается в ходе ситуации, когда вегетарианцы, то тогда в храме нет животных жертв в приношении. И я уже много раз рассказывал, что по моим представлениям всеобщее вегетарианство до него осталось всего несколько десятилетий. потому что искусственное мясо развивается с такой скоростью, что оно стоит неотличимым от естественного мяса. Это не то, что солевое мясо, а просто абсолютно неотличимое, выращенное в пробирке, абсолютно шницельный, или там стейк, совершенно абсолютно мясной, выращенный из клеток, абсолютно неотличимое от любого белого стейка, только взявшийся не из убийства животного, а взявшийся от того, что из клетки выращивают клеточные ткани и все на свете. Это все очень сильно быстро продвигается, технологии уже более-менее есть, пока это дорогая вещь, дорогая, но тут технология появляется, она очень быстро становится дешевой. И это уже на такой продвинутой стадии, что до этого не больше нескольких десятилетий осталось, и как только это станет всеобщим, тогда перестанут разводить животных для убийства, для еды. И как только перестанут животных для еды, может быть и можно будет их съесть, настоящую корову, только это будет так запредельно дорого, что никакой все, значит, нормальные семьи. что будет животных? А животных не будет таких популяций животных, которые разводят. А что с львами, а что с антилопами, они все есть, только никаких количеств как коровы. Ведь коров много и куриц много, только потому, что люди разводят их до еды, но не будут столько разводить и все. А что получилось с лошадьми? Когда лошадей разводили, потому что все ездили на лошадях и перестали, машины заменили лошадей, что лошади есть, только лошадей в нашем поколении, ну, наверное, в 100, если не в 1000 раз меньше, чем было в 19 веке. Правда? Куда делось поголовье лошадей? Ну, перестали просто их разводить, потому что они перестали быть нужны в качестве транспорта. И все. И то же самое с коровами. Отдельные коровы останутся. Сегодня есть отдельные лошади. Но коров как продукта, как источника получения мяса не будет в принципе и курица. Да. Вы слышите? Это или вопрос? Станут ли люди от этого лучше? Это я вам не скажу. Не знаю. Но надеюсь. Скажите мне, пожалуйста, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Когда лошадей заменили на автомобили, люди стали от этого лучше? Нет. Быстрее. Нет. Знаете прекрасно. Вы прекрасно знаете. Что? Нет. Воины здесь все нагрузки не имеют. Воины поймут сюда, когда есть возможность воевать. Я вам скажу, отношение человека к другим живым существам улучшилось в сто раз. потому что до этого каждый человек не просто был свидетелем издевательства на животных, а постоянно принимал в этом участие. Он должен был бить лошадей. Физически обязательно. А иначе не получалось. В этом участвовали абсолютно все. Это было нормой жизни. Сегодня это абсолютная аномалия. Сначала появились трамваи, потом трамваи и 19. Ну хорошо, какая разница, как это прошло в технике. Я же говорю, нет, это детали. Детали. Суть дела очень понятна. С уничтожением перевозок лошадьми, замена их на автомобили, человек стал гораздо более чувствителен к тому, чтобы другим живым существам не делать плохо. и к тому, он не дает и кормит перед собой, окружает этого коня, забота. А теперь почему? А цель этого сомнения? А я не знаю, как военный, но крестьянин, который о лошадь заботился, спокойно ее пристреливает, если она больше не может вести. Это моносер и самокол. И Саул, кстати, тоже пристреливает. Что? И Саул тоже пристреливает. Да. Да. То есть, вы просто недооцениваете, насколько наш мир чувствителен стал к тому, чтобы не делать зло живым существам, из-за того, что из этого мира ушла необходимость бить живых существ для своей экономики. Понимаете? Это очень сильно. Вот вам пример того, как технологический прогресс необычайно сильно влияет в чисто духовной сфере. Да. Я не могу одновременно, секундочку, ваш вопрос. Да. Очень все хорошо объяснили. Я вижу этот процесс, прямо нарисовали, более того, вижу подтверждение в жизни. У меня вот такой вопрос. Человечество совершенно очевидно преодолеет убийство животных, убой, для питания в ближайшей перспективе. А как быть с животными и с хищниками? Не знаю. Как для они преодолеют? Не знаю. А как заставить хищников не быть хищниками? В этом вопрос. Я правильно понял вопрос? Да. Не знаю. Я не могу на все вопросы дать ответ. Не знаю. Да. Что сказали? Вы хотели разрезить? Пожалуйста. что это очень смелое заключение по поводу отношений к животным. Если усик уси, о которой вы говорите сейчас мы так чувствительны по отношению к животным, мне кажется, что это очень смелое реализованное это жизнь. Окей. Я кажется, что оно очевидно. Мне тоже как спешит очевидно. В моем окружении все больше будет. самостоятельно отказываются от того, чтобы есть мясо. именно это отдельный вопрос. Мы в любом сражении не думаем про вегетарианство. Наша чувствительность к тому, чтобы бить животных, она уж точно настолько повысилась, что это считается недопустимым. И это один из фруктов этого. Это уход животных из экономической необходимости. и все это осуждают. А сто лет назад никто бы не осуждал. Чем больше я в твоем веке, тем больше я в веке. Я не могу это сказать для себя. совсем не не исправляет человек. Я думаю, что исправляет, потому что чувствительность очень сильно меняется. Так, хорошо. Мне кажется, мне кажется, что наша лекция как раз логично закончилась. Я искал вам достаточно новых вещей, и заодно сам узнал много новых вещей. В процессе лекции я узнал несколько совершенно новых вещей. Прямо в процессе лекции. Я могу сказать. А именно я наконец-то в процессе лекции придумал, где же здесь возвращение в рай технологическом недостатке. Я раньше придумал по технологическому возвращению к рай, но никак не мог понять, где эти недостатки. Чтобы выяснить недостатки собственной концепции, я стал ее рассказывать, хотя она совершенно сырая и недоработанная. В процессе рассказа сырой теории она сумевалась. Вот благодаря замечанию про Ангела. Большое спасибо. И благодаря нашему обсуждению вопросов мира мира.